Это тот самый случай, когда не ты ищешь идею, а наоборот. То есть у тебя появляется потребность, желание высказаться, и тебе попадают в руки некий сценарий, оболочка, и ты понимаешь, что вот это можно все туда вложить. Я получила сценарий за неделю до съемок. Я должна сказать, что я первый раз прочитала на одном дыхании. Эти вопросы в виде кино, которое зрители будут смотреть, сделать эмоции, и таким образом еще и поднять эти вопросы, донести. Жанр фарс. Все прожили в этом жанре. Карикатурные образы. Это надо воспринимать как карикатурные образы персонажей, которых мы показывали. Когда спрашивают, о чем ваше кино, вот это тот самый случай, когда не хочется неправильно пересказывать синопсис. На самом деле здесь не сюжет важен, а темы, мысли и вопросы, которые поднимает картина. Я чуть ума не лишилась. А он, оказывается, увидел в ВКонтакте, что там написал кто-то, что в школе терроризм. Здравствуйте. Меня зовут Пономарева Анастасия Владимировна. Это же так страшно, не знать, что такое любовь. Этот проект, можно сказать, честно, изменил мою жизнь. Что такое школа? Школа, это оно генетически у нас, оно в каждом из нас. Школа – это начало становления тебя как человека, как личности. Так вот ты такой, ты женщину можешь ударить. Мы не разговаривали, мы кричали друг к другу. Халява! Антон! Неужели я полюбила такого гада? На моем опыте это был проект, в котором коллектив очень хорошо ладил друг с другом. Работать с детьми как бы и трудно, и интересно. По итогу интересно. В процессе трудно, иногда так хочется прекратить это, сократить, упростить. От школы зависит, каким ты выйдешь в жизнь, в общество, с каким чувством ответственности перед обществом, перед семьей, перед государством, вообще перед планетой, землей. Не может жизнь в школе происходить только внутри класса. Понятно, что существует жизнь вне класса. Агнеса Андреевна, моя героиня, в общем-то, молодая карьеристка. Но, к счастью для нее, ее жизни, ее души, происходит вот эта ситуация, которая происходит в фильме. И она находит себя именно как педагог, как воспитатель. Можете жаловать? Дохать! Проект неожиданный. Я, во-первых, не ожидала, что такой резонанс общественный вызовет эта история. Мне казалось, что это такая частная история учительницы. Оказалось, что настолько это откликается в сердцах людей. Оказалось, что мы сделали очень большое общественно значимое дело. Необыкновенный фильм. Очень впечатляют яркие, острые переживания. Я считаю, он должен быть таким, как он есть. И давно таких картин не было. Я думаю, что это заметное кино, и о нем надо говорить, и о нем будут говорить. Здравствуйте. Окунуться полностью в весь процесс, от задумки до воплощения. Это дорогого стоит. Вообще, я считаю, что театр, кино, оно должно приоткрывать завесу проблемы, поселять какое-то зерно в голову, чтобы у человека там прорастало это дерево. Валентин Садик, 15 лет. Дело в том, что я сейчас погружен в войну между Марсом и Министерой. Ни на одном проекте у меня не было такого, чтобы действительно никаких рамок, никаких ограничений. То есть, ты всегда понимаешь, что можно, если ты ошибся, можешь попробовать снова. Рабочая обстановка. Алла Николаевна, вот поверьте, артисту что для успеха-то нужно? Собственный талант и хороший продюсер. В фильме мы собрали 18 образов, и мне хочется, чтобы современные подростки в каждом из них увидели себя. Было очень тяжело. Мы отбирали из огромного количества учеников. Это было 400 человек на кастинге. На второй этап прошло порядка 50. Из этих 50 и были выбраны эти 18. Такая команда сложилась, что вот ученики, когда уезжали в последний съемочный день, они в автобусе плакали. Они не хотели дальше сниматься. И такое ощущение было, что мы что-то потеряли, когда закончили съемки. Когда забежал ОМОН, это было настолько страшно. Я серьезно, я никогда не испытывала таких эмоций. Они начали нас шмонать, вот эти вот сумки, чуть ли не бить головой в парту. Где пистолет? Пистолет мне. Где я пистолет? Ирина Петровна Купченко. Ну это вообще, конечно, гениально. Я счастлив, что удалось поработать вместе и еще надеюсь поработать. Ну режиссер он очень креативный. И вот мои идеи по поводу того, что мы снимали, совпадали с его. Поэтому у меня не было внутреннего протеста, у меня не было какого-то принципиальных расхождений. Он понимал, что я хочу, и я понимала, что он хочет. Интересны диалоги, интересно развитие, и сама история интересная. Меня она привлекла тем, что она такая острая, что вот все то важное, о чем говорится, все это положено на такую вот экстремальную ситуацию. Я помню кастинг, там было очень много народу. Мы тогда подумали и решили, что нас не возьмут, потому что все очень маленькие, и мы очень сильно отличаемся внешне. В итоге оказалось, что получился очень большой диапазон по возрасту, и все похожи. Обычно, что не смотришь с собой, так ждешь, так сейчас будет эта сцена. Я как будто не ждала, я просто сидела смотрела, мне интересно. Я не думала, что будет дальше, мне просто было интересно. А вы помните первую сцену, которая в 7 минут идет без единой склейки? А вы представляете, это 20 человек вокруг, которые бегают за камерой, а нужно изобразить, ну, актриса как держалась. Старикамщик Игорь Войтинцев. Конечно, бедный пережил, он похудел, наверное, в этот день, 2 грамма на 10. Дубникова Дарья Владимировна, 19 лет. Милка. А вот и сюрприз! Поздравляю! Для меня это было как проверка выносливости, именно внутреннее свое, потому что это было не то, что мы играли на камеру или пытались сделать из себя кого-то просто... Барышева, еще одно движение, останешься без рук. Вам только это и в кайф. А я изо дня в день вынуждена слушать жалкое бленье недойных козлов. Могут быть жертвы! Перемучилка для нас это был такой большой опыт. Месяц, да, или сколько мы репетировали, снимали там 2 недели, снимали, репетировали. В каждой книге есть тон. У нас каждая сцена, у нас все реплики сказаны не просто так. То есть это все было настолько эмоционально. Но главное, что это будет не будет равнодушие. Как сказала моя героиня. Боитесь равнодушных, именно с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства. Умница! Оператор-постановщик Илья Кондратьев. Парень 3 метра 3,10 ростом. Быстрое, правильное решение, работать абсолютно без бюджета, без света. Не каждый согласится вообще просто пойти на это. Ну она такая девушка, которая... Я не знаю, я представляю такую девушку, сидящую на последней партии, чтобы ее никто не трогал. Она со своими мыслями в голове сидит и ни с кем не общается. Вот смотри, одна уже превратилась. Может это заразно? Тем фильмом, мне кажется, я повзрослела. Но для меня это больше всего, наверное, как опыт на киноплощадке. Потому что у меня никогда такого не было, чтобы мы 12 часов сидели в одном кабинете и делали поставленную задачу. Чтобы я училась, чтобы получила знания. Фильмом была вообще жизнь показана. В одном классе вот за эти минуты человек перерос в себя. Бой на столько вопросов, столько ответов. Мне хотели друг друга отпускать. Просто потому, что настолько это было как-то тепло. Сплотились. Да, мы настолько сплотились, мы были семьей. Социальные аутсайдеры называются люди, которые не смогли влезти в новую жизнь. Действительно, Угро – это наше с вами общество. Для меня это был первый опыт в кино. Сильный для меня и важный. Я благодарна за время, которое я пережила, попробовала, оценила и поняла. Поднимается очень много проблем, очень много важных проблем, нужных проблем, о которых нужно задуматься, и причем всем. Не бойся! Алло. Здравствуйте, это полковник Кадышев. Освободите заложников. Это же дети. Вот так случилось метафорично, что и мой герой, полковник Кадышев, Точно так же, как и я, именно волей случая, его военное ремесло, в моем случае актерское ремесло, привело нас наконец-то туда, где когда-то они начинали получать свое образование, которое отчасти сделало их теми людьми, которыми они являются. С Андреем Мерзликиным мы много лет работали в театре. Пошли огонь и воду, медные трубы. Это всегда такой фейерверк. Мне даже показалось, что был юмор, который вроде бы не должен был быть. Конечно, тут по большому счету я играл отчасти самого себя. Очень мне были понятны чувства этого героя. Нет контакта. Мы ведем наш репортаж с места чрезвычайного происшествия. Алиса Гребенщикова очень карикатурно исполнила эту историю, так как это требовалось, прямо именно с таким перебором. Люди, которые здесь собрались, ждут, когда же, наконец, будут озвучены требования террористов. Роза Хайрулина, Роза Хайрулина – это некто всегда рядом. Во всех школах есть похожие персонажи, они узнаются, и поэтому даже не надо называть, кого она исполнила. Это человек, который в этой школе, где ничего не меняется, как ей кажется, ничего невозможно изменить. Товарищи, запомните, дети – это наше все. Товарищ полковник, хотите конфетку? Молодежь сейчас очень талантливая. Отслуг, образы, у них все есть. Надо просто брать их, вот как сырую глину, и лепить из них актеров. Ребята, нет, ну это было счастье, что были ребята. Ребята мне очень помогли. Они очень такие правдивые, они настоящие. Еее, это правда. А я знал, она не может выстрелить, не может. Что играть, что играть, где вся команда живут этой идеей, что хотят сделать кино, которое поможет миру. Характеры, настолько они разные. Они настолько не похожи друг на друга. Не плевать на все, что вы тут говорите. Во-первых, из-за своей роли дипломата, и еще из-за некоторых ролей, присмотрел свое отношение к... КЛЮЧ! Боевое, не сомневайся, училка. Суть этих фраз каждого слова. Насколько сильные фразы были. Да кто вас боится? У меня есть принципы, в отличие от вас. Наш фильм — это определенная зеркала, в которой можно увидеть ты своего характера и изменить себя. А изменив себя, и мир вокруг начнет изменяться по-лучшему. Пистолет меня! Открывать здесь, Вань! Кто еще поучилку в тупик захочет? У нас экзамен. Конечно, очень много хочется еще высказать, помимо фильма, но это очень трудно говорить. Мы разобьем этот сюжет, эту тему, эти вопросы в продолжение этой истории. Это будет продолжение этой истории, будет называться «Испытание». Ну, пожелать в конце что? Смотрите кино. Правильно смотрите кино. Смотрите кино, как басню. Смотрите на тему, на смысл. Хотел бы пожелать помнить о том, что мы сильны своей культурой, традициями и историей. Я вижу, как все это возрождается, и это очень отрадно видеть, что мы действительно снова понимаем, что можем сплочиться, что можем быть вместе одной командой, одной большой страной, одной большой державой. И тогда, конечно, мы будем в полной безопасности, и будем в процветании, взаимовыручке. А значит, все будет хорошо, все будет надежно. Поэтому спасибо всем большое.